Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Ницавим. И опять несколько шагов до Рошашана, до Нового года, до Всемирного приговора. Вы знаете, вот я все больше и больше смотрю, и мне кажется, что мы действительно находимся перед приходом Машеха. Я не знаю, сколько осталось, может день, может там сколько, но очень похоже. Есть разные приметы этого периода, и вот одно из них замечательно написано, что в те дни государство станет безбожным, главы поколений будут безбожниками, атеизм станет порождением наглости и гордыни, ведь им представляется, что они сами способны направлять течение своей жизни в соответствии своей море. Мудрость знатоков Торы оскуднеет в глазах толпы, сын проклинает отца, дочь восстает против матери. Могу бы читать дальше, очень похоже, даже поколение с лицом собаки. Но тем не менее, еще важнее принимать сегодня настоящее решение, искать причину всего, что происходит. Потому что иногда истина причиняет боль. Однако осознание, признание истины является первым шагом к исцелению. Признание болезни помогает найти лекарство. Если мы не признаемся, что не понимаем и не установим, что мы больны, то лечить себя очень тяжело. Признание истины в той или иной ситуации, в которой мы оказываемся, помогает нам выбрать правильный путь. Не закрывая глаза, не выдумывая себе ничего. Это очень трудно. Посмотреть в лицо, стоящим перед нами проблемами. Но следует помнить, что чем раньше мы признаем, что проблема существует, тем быстрее можем ее решить. Надо сесть просто и понять. Каждый год перед Рошашана я рассказываю одну и ту же историю. Коротко расскажу ее еще раз, потому что она уникальная для этого. Был один Абраша, скажем так, и вот он, плохая материальная ситуация, разорился, решил контрабандой поправить свою ситуацию. Договорился с извозчиком, который умеет переходить границу. И все, через месяц они ударили по рукам, через месяц уходят в этот замечательный поход и расстались. Но с тех пор Абраша начали сниться страшные сны. Его арестовывают, все. В общем, спит плохо. Извозчик, в отличие от него, совершенно не нервничал, что ему переживать. Но за неделю примерно он начал думать, слушай, кто там разберется на границе, что я только извозчик. Еще заберут, посадят. И тоже стал спать плохо, ему начались сниться плохие сны, кошмары. У извозчика был помощник, маленький мальчик такой. Он сидел на козлах. Он тоже знал, что это все будет, но вообще не переживал. Однако за один день, до наступления праздника, он тоже подумал, слушай, а может и меня там... Но лошадь, она не переживала, потому что лошадь, она и лошади есть. И вот они, например, переходят в границу, уже все, 10 метров до границы, раз, и тут выскакивают пограничники. Ну, страшное дело, короче. И уже заплакали все, и начали переживать. Единственное, кто лошадь, она, конечно, не переживала, она видит остановку, значит, покормит. О чем эта короткая история? Она длинная такая, я ее рассказал коротко. О том, что есть люди, которые за месяц до Рошашана начинают переживать, нервничать, плохо спать, думать, что, как поправить ситуацию, как прийти к суду хорошими результатами. Есть люди, которые за неделю, вот как только начинается, уже прямо в последней неделе, есть те, которые в последний день перед Рошашаной только успевают. Но главное не быть лошадью, чтобы не получилось так, что Рошашана прошел, а мы еще не проснулись. Вот это вот действительно важная, действительно серьезная вещь. Ну, еще одну маленькую мальсу. Вот-вот наступает час, когда Всевышний начинает судить своих творений. И каждый предстанет перед ним в своем виде, без мультайки. Он видит то, что мы видим, слышим и даже думаем. Вот это вот надо понять. Но верша свой суд, Творец ждет от нас ответных действий. Ведь мы и его создания, они просто обычные подсудимые. Поэтому нам дается шанс изменить себя, изменить мир, изменить свою ситуацию в этом месяце раскаяния. Но надо что-то делать. Вы знаете, жизнь, вот жизнь, духовная жизнь, это не праздность, не равнодушие, не бездеятельность. Для преодоления любых трудностей необходима прежде всего трезвая оценка ситуации. После этого принятие решения, серьезного, правильно взвешенного, продуманного решения. Короткая притча, которую я обещал рассказать. В одной однажды ночью в одном маленьком городишке прошел сильнейший снегопад. Утром учащиеся ешивы, пробираясь по пояс, явились в синагогу. Равин собрал их и сказал, что нам надо делать. Первый ученик уверенно говорит, что надо молиться, чтобы началась оттепель. Второй говорит, что нет, нужно переждать, снег пусть идет, а мы будем учиться. Третий говорит, надо углубиться в Тору и нам все равно, снег не снег. Рэба сказал, теперь послушайте правильно ответ. Ученики приготовились слушать величайшие мудрости. И вот седой наставник обвел их взглядом, он говорит, лопаты в руки и вперед, чистить снег. Понимаете, сегодня вот два шага до Рашашана. Надо что-то делать, надо не просто рассуждать там или даже плакаться. Надо сегодня налметить план, сделать вот это, вот тут помочь, этому улыбнуться. Вот тут я поправлю, я никогда больше не буду делать так. Вот это надо сегодня делать, лопату в руки и вперед. Брахавы от слахав.